Еще один печальный гроб, но преступление раскрыто. Да, имплантировали тромб, но только для самозащиты. Им с новичком не удалось, увы, не рассчитали дозу. Страна, не надо лишних слез. Им наплевать на ваши слезы. Добрый день, друзья. Недобрый день вам, недорогие. Посмотрели мы с Басей вот этот плач Ярослава в исполнении Дмитрия Назарова. Я абсолютно убежден, что Назаров искренен. Он реально полагает, что, ну как-то его коллега Звягинцев сказал, что скорбят миллионы. Дело в том, что наш кином-бомонд, он варится в своей собственной среде. Эти люди общаются друг с другом, и им кажется, что то, что они чувствуют, то, что они думают, совпадает с настроением всей страны. Я не к тому, что они худо думают, а народ правильный. Мы сейчас не об этом. Хотя, на самом деле, народ всегда прав просто по определению. Ну, не важно. Так вот, весь этот кинобомонд, ну, за исключением, может быть, там, Никиты Михалкова, Владимира Машкова, Владимира Хатиненко, еще некоторых, они вот единодушно воспринимают взаимоотношения богемы и власти в лекалах советской творческой интеллигенции. Там существовала целая отдельная культура. Об этом, кстати, в свое время Кирилл Разлогов достаточно грамотно высказался. Вот, ну, песня совсем не о том. Песня о том, что Назаров полагает, что все негативные комментарии, которые он получает после этих своих, вот, не знаю даже, как назвать, Вброс. Это пишут, мол, кремлевские боты. Он совершенно не отдает себе отчета в градусе неприязни и отторжения, которые к нему испытывает подавляющее большинство его аудитории, его бывшей публики. В этом и беда.